всем привет и слава украине передача новости кавказа продолжает свою работу с вами я гела васадзе и сегодня у нас на связи хорошо знакомого вам политический обозреватель директора центра ближневосточных исследований игорь символов с приветствую приветствую гела очень рад тебя так также видите всем твоим зрителям большой привет из украины ну конечно главная главная новость на этой неделе это встреча во любовь и главное для нас сейчас на ближнем востоке и в турции наверняка проходили куча других событий которых мы тоже по касательной обязательно поговорим потому что это все связано так встреча во львове турецкая пресса перед поездкой эрдогана во львов говорила о том что на переговорах во львове эрдоган может выступить с инициативой временного прекращения огня на территории украины но эрдоган с этой инициативой не выступил так она есть не выступил он просто заграничился заявлением что любая война кончается переговорами и это заявление достаточно безобидно потому что я уже об этом говорил своих программах что даже когда подписывался акт капитуляции нацистской германии и приехал аппарат даниц это подписание аду тоже было своеобразными переговорами достаточно простыми таки простыми они переговорили сказали что ребята вот такая вот ситуация давайте подписывайте правда данистан увидел францию слова чтобы вам тоже проиграли это это так сказать небольшое историческое оступление такое забавное действительно каждая война кончается переговорами но мне понравился и ответ очень поэтому все понравился ответ зеленского где он сказал что приговорами обязательно украина очень хочет мира и мы все очень хотим мира но переговоры могут быть после того как будут освобождены все оккупированной территории оккупированной территории он не сказал что оккупированные после 24 февраля после 1 мая или чего-то еще просто оккупированной итак первый вопрос эрдокану вообще зачем была эта встреча я дополню вот эту фразу которую сказал зеленский тогда сказал что вот буду переговоры и любые переговоры с россией будут после того когда будут освобождены все оккупированные территории а потом сказал зеленский будет потом это тоже очень важно потому что эта фраза такая достаточно знаковая даже угрожающая да 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 это 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 я бы сказал что это может быть станет хорошим мемом в будущем вот это хороший вопрос потому что на самом деле подписание соглашения о меморандума о участии турции восстановление харьковской области которое было вот собственно результатом визита целом она конечно же выглядит ну не особо сильно быть большим результатом да вот и вы как бы как как для визи как для визита президента я предполагаю тут конечно на самом деле можно выстраивать только версии потому что да мы знаем позицию турецкой прессы мы представляем себе вот важность для эрдогана зернового соглашения о том как это участие эрдогана его вовлеченность в это зерновое соглашение способствовало росту его популярности внутри страны внутри турции и на международной арене мы это как бы понимаем это важно и вот исходя из этого вполне вероятно что намерение расширить зерновое соглашение до уровня начала переговоров между государствами по тому же формату по той же схеме вполне возможно существовать возможно действительно эрдоган воодушевленный собственно вот успехом пытался закрепить этот успех под новым соглашением но приехал в украину оценив трезво ситуацию отказался от каких-то таких заявлений я допускаю что вот двухстороннем формате когда происходили уже переговоры непосредственно между двумя президентами вот эта тема поднималась но и не зря не зря ее затронул в своем публичном обращении затем пресс-конференции во время пресс-конференции зеленский то есть она же возникает не на пустом месте она возникает уже соответственно исходя из тех разговоров которые существовали вообще формат то есть генеральный секретарь организации объединенных наций турецкий президент приезжают в украину понятно подтвердить важность заключенного зернового соглашения но и дальше то есть что еще и вот здесь уже каждая каждая страна или каждая сторона пытается как бы навесить свои свой свой как бы порядок этот свою адженду и собственно мы видим по вопросам которые обсуждаются что в целом украина предлагает свой свою адженду и собственно стороны соглашаются и тогда речь идет о олень оленевки да то есть концлагере где находятся украинские военнопленные и где призыв происходит массовое убийство украинских военнопленных это атомная электростанция запорожская атомная электростанция и события вокруг этой атомной электростанции и это как бы в целом зерновое соглашение и важность этого зернового соглашения и где-то на полях всего этого вот эти разговоры о возможности ну какого-то прогресса в мирном процессе или там как бы переговорах и вот то что они выведены на поля они маргинальные они по сути делала звучат только в выступлении зеленского но никак не выступление гутерреша не выступление эрдогана это говорит о том что стороны поняли что именно сейчас нет то не нет смысла навязывать вот саму саму идею этих переговоров мы прекрасно понимаем и вот прекрасно понимаем что переговоры это часть любого конфликта другой вопрос это уровень переговоры и предмет переговоров потому что в нашем условии конечно же наших условиях переговоры с нашими врагами первую очередь идут о обмене непленных а других гуманитарных вопросов другой повестки дня по состоянию на сейчас нет и вот мне кажется что тут мы подходим достаточно интересному такому феномену который под свое время достаточно неплохо был украине описан что о чем я хочу сказать то есть долгое время украина турция и россия ну вот скажем так 90-е годы начала 2000-х годов существовали в так называемом треугольники отношений то есть отношения турции украины так или иначе влияли на отношения у турции россии и наоборот то есть там основная конкуренция все равно проходила между украина и россии за внимание турции предположим в пятнадцатом году ну собственно для того чтобы проиллюстрировать как менялись отношения я вспомню четырнадцатый год ну не секрет что эрдоган достаточно прохладно воспринял революцию достоинства для него это отсылка скажем так парк гизи и там на другие события которые происходили в турции и он и как бы политическая политический истеблишмент очень прохладно ну и янукович был приемлемым партнер и вот из такие радикальные изменения которые произошли в украине были восприняты прохладно так мягко говоря дело дошло даже до того что обычно турецкое посольство каждый год представляла интересы крымский татар то есть в конце года была такой вот встреча послов и турецкое посольство организовывала брифинг для послов по состоянию крымско-татарского вопроса и вот конец 2014 года это был первый год когда собственно турецкое посольство этого не делал то есть контакты были достаточно на низком уровне политически но ситуация резко изменяется после того как турки сбивают самолет ухудшаются отношения с россией резко и украинцам появляется возможность активизировать отношения с турцией создать отдельный трек независящий от россии хотя здесь конечно же прямая зависимость ухудшается отношения с россией соответственно улучшаются отношения с украиной но параллельно мы создаем этот трек для того чтобы минимизировать вообще влияние русских на вообще одно отношение и нам это удается и у нас начинается такой очень успешный период экономического развития и политического развития у нас целая серия встреч на высшем уровне у нас подписано огромное количество документов в конечном итоге мы реализовываем зону свободной торговли между двумя странами это долго долго играющий проект который передавался хотел сказать из поколения в поколение но пока нет правительства в правительство то есть это 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 был долгий процесс и это все реализовывается подписывается в феврале 22 года буквально в преддверии полномасштабной войны и тогда же подписывается соглашение военно-техническом сотрудничестве с известным значит байрактаром и это как бы уже венец собственно вот этого отдельного тренда да то есть как бы демонстрация тех возможностей которые можно достичь в украинско-турецких отношениях 7 миллиардов товарооборот и четкое понимание о том что можно достичь и 10 миллиардов и больше ну то есть огромное количество инвестиций работа турецких компаний на украинском рынке и так далее и тому подобное и более того я понимаю прекрасно что украинцы здесь тоже как бы пользуются возможностями они допустим воспользовались шансом заменить или войти в вооруженный рынок или там военно-технический рынок после того как были санкции там скажем и отказались поставлять там двигатели для тех же самых байрактаров и украинцы предложили свои да там только нации отказались то есть это это все как бы свидетельствует эффективности и турецкой и украинской политики нас здесь мы когда говорили о этом треке мы мало обращали внимание на трек турецко-российский потому что он происходил параллельно он не очень сильно нас задевал или задевал но скажем только краями но когда начинается война мы не могли больше как бы делать вид что эти отношения нас не касаются потому что есть не турция изменилась мы изменились это очень важно нужно понимать что критика эрдогана которая существует в украинском экспертном сообществе как бы на уровне в сми она возникает не потому что там эрдоган изменился каким-то образом потому что мы изменились ну что украина изменил потому что украина ведет войну потому что украина очень резко реагирует на все проявления лояльность в отношении к москве эрдоган вел политику как он вел ее и раньше он воспользовался вот эти сложностями московскими для улучшения своего экономического ситуации для получения определенных политических дивидендов потому что у эрдогана есть свой своя адженда и эта адженда очевидно ну может входить противоречия там скажем с украинской это как бы такой момент ваш но я возвращаюсь к этому проклятому треугольнику дело в том что когда начинается война а мы знаем что эрдоган выходил с вот с идеями переговоров еще до начала войны он первый собственно из политиков мировых которые заявили о том что вот нужно и он готов быть посредником нужно менять формат нужно говорить о новом подходе нам тогда это было выгодно потому что мы прекрасно понимали что минск он умер он уже не реализуем и любое изменение минска являла представлялся бы собой динамику и поэтому конечно же мы хватались как утопающие за соломинку за любое предложение которое меняла ситуацию которая создавала определенную динамику эрдоган это как бы ощущал понимал он политику вы умный человек понимающий в общем как работает вот политика на высшем уровне и он собственно эту тему делал сделает своей фишкой в отличие от других предложений которые возникали ситуативно ну скажем предложение того же нафтали беннета да вот быть посредником израильского из бывшего израильского премьера которая возникает уже в процессе войны и мы видим что это очень такой скажем попытка усидеть на двух стульях вот такая ситуативная до попытка они собственно свое свое время зеленский сказал что можно быть посредником между стран нельзя быть посредником между добром и злом что в общем как бы поставив точку вот этих посреднических усилий нафтали беннета но в отличие от всех этих усилий усилий конечно усилий эрдогана они системные они ва они они как раз дают в такое объемное представление турецкой политики но опять таки возвращаюсь немножко отвлекся возвращаясь к этому проклятому треугольнику то есть в пятнадцатом году мы смогли его разорвать а сейчас по большому счету это мое предположение эрдоган хочет его восстановить то есть вот это соглашение зерновое она конечно же выгодно украине тут вопросов нет там есть масса нюансов связан с гарантиями и другими вопросами которые так и повесили в воздухе да это это так есть но тем не менее это позволило разблокировать украинские порты и соответственно соответственно запустить процесс поставки продовольствия на мировые рынки то есть она выгодно но эта формула она опять таки пытается привести к этому треугольнику мы украинская сторона вот максимально от этого пытается удержаться вот не зря возникает вот это такая достаточно сложная формула подписания этого соглашения то что все таки мы не подписываем соглашение там нет нет этого треугольника такого формального треугольника да турция украина россия а есть отдельная согласие два отдельных треугольника до скажем но это это для нас опасность для нас это опасность мы не хотим опять попадать в зависимость учитывая важность турции для украины важность южного соседа для украины стратегического партнера когда собственно интересы турции могут не совпадать с интересами украины а мы вынуждены по тем или иным причинам считаться с этими интересами и идти на уступки то есть мы не видим здесь возможности подобным уступкам но это все конечно же нужно объяснять партнер нужно говорить им открыто и мне кажется вот как раз во время этих переговоров произошла вот это достаточно откровенная беседа переговоры как мы понимаем были не небольшие то есть там мы собственно это ограниченное время и мне кажется что большая часть этого времени была посвящена именно вот объяснению нашему стратегическому партнеру обстоятельств которых мы существуем и почему мы не можем пойти на вот эту инициативу потому что конечно для эрдоган это выгодно я тут мы можем говорить дальше о том почему она возникает почему он такое настойчивое желание почему об этом говорят в публичном пространстве несмотря на то что эрдоган как бы ее не озвучивает но это это уже там скажем турецко-российские отношения наверное есть смысл тоже проанализировать спасибо за очень развернутый ответ смотри на самом-то деле эрдоган прекрасно понимал ну вот если мы сейчас берем сухо остаток эрдоган прекрасно понимал что украина не пойдет ни на какие переговоры с россией мид турция хорошо работает разведка аналитические центры тоже у них есть это было на мой взгляд чисто имитация такая имитационный заход и главное для эрдогана было меморандум об остановлении разрушенной инфраструктуры потому что даже если мы возьмем харьковскую область это тоже немало хотя конечно же турция надеется на гораздо больше для эрдогана я думаю что для эрдогана критически важно сейчас вот это действительно его критически важный момент для него получить подряды потому что это двадцать третий год это выборы это драйвер для экономики но ровно также критически важно получать дешевый газ дешевое зерно это тоже скажем так учитывая состояние турецкой экономики сегодня в силу этого не кажется ли тебе что все завязано на вопросе действительно когда война заканчивается если война заканчивается быстро я не говорю как она заканчивается когда если война заканчивается быстро то для эрдогана сразу же главным приоритетом становится украина даже вот тут надо получать много подрядов и так далее если война затягивается приоритетом оказывается россия потому что она под санкциями у нее нет другого выхода и чем больше выжимаешь из россии вот такая вот такая вот дилемма на насколько тебе оправдана да она действительно очень интересно но тут я бы сказал еще это момент по поводу вот восстановление харьковской области дело в том что насколько понятно что украина это денег не будет ну своих собственных денег но будут деньги европейского союза и будут русские деньги которые как бы они будут платить нам за разрушенные города и эрдоган рассчитывает на эти деньги некоторые говорят но там такой мем возник что мол эрдоган приехал как бы просить экономической поддержки со стороны украины ну это такой в преддверии выборов понятно что ну тут эрдоган самого начала говорил о том что война это плохо и это очень негативно влияет на экономическое сотрудничество в регионе поскольку он для него экономическое сотрудничество в регионе было крайне важным и он этого не скрывает и не скрывает важность отношений с россией преддверии выборов он вынужден искать компромисс между вот реально лежащими проблемами интересами которые собственно российский рынок российский газ российские инвестиции российские туристы в конце концов и некими будущими планами да плюс вопросы связанные с обязательствами в рамках нато и вопрос связан обязательствами с европой как бы там ни было но отношения с европой для турции экономические первую очередь финансовые отношения являются востократ важнейшими важны важнейшими чем допустим с россией потому что во многом турецкое экономическое чудо она стала возможным благодаря именно именно в данном случае с европой это как бы констанция вот они есть и есть из европы дополнительного что-нибудь выжать невозможно потому что не потому что европа не хочет а потому что там уже как бы зазоров не осталось они настолько да но я просто хочу напомнить что благодаря европе и инвестициям и технологиям случилось турецкое конечно да то есть это это я только об этом потому что и когда вот звучат определенные как бы угрозы или там как бы такие вот сигналы о том что там в результате сближение турции россии что могут быть определенные санкции экономические и мы понимаем что скорее всего с этого ничего не будет это слишком это то есть это 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 очень очень серьезный шаг который на которой европа не пойдет то есть мы мы знаем что во многих случаях тут скорее будет попытка задобрить да как мы видим ситуацию с индии например на в отличие там запустим от китая и турция это не история с китая турция это все таки страна западного мира то есть это страна западной коалиции там нельзя так разговаривать с эртаганом то есть нужно пытаться находить компромиссы и слушать друг друга а вот то но это это все понятно но тем не менее конечно же отношения с россией важны конечно и вот выбирая исходя из среднесрочной перспективы и краткосрочной перспективы собственно выборы слэш-выбор то есть конечно же эртаган пытается достичь вот этих политических и экономических целей сейчас а для этого нужно иметь отношения с россией для этого нужно максимально использовать положение россии которая в которой она оказалась но тут россия тоже играет это что это же как говорится танго вот вот я вообще вот метафора если использовать допустим турецко-российские отношения это такая танго и и в этом танго вот как бы ведущий и ведомые они меняются местами время от времени то есть эртаган может вести в танго и соответственно заставлять партнера делать шаги которые выгодны и наоборот потому что ну путин тоже имеет рычаги давления на турцию достаточно серьезно если бы этого не было бы мы наверное не рассматривали ситуацию там свое время когда турция когда эртаган достаточно так своеобразно извинялся за сбитый самолет да то есть все таки извинился ну да ну я я я сказал своеобразно извинился но вопросом это же не не произошло потому что эртаган хотела это сделать а потому что существует достаточно большое количество экономических кругов турции которые которые заинтересованы взаимоотношениях с россией и которые лоббировали именно такую политику и они продолжают лоббировать эту политику мы уже говорили свое время с тобой о том что допустим даже контрабанда зерна которая происходит в турции украинского зерна она тоже происходит потому что существуют группы которые заинтересованы этой контрабанде и достаточно сложно допустим эту группу заставить этого не делать потому что есть определенные пределы политической власти заставить можно но потом будут последствия такие что мало не пока ну я да я об этом это имею ввиду да понятно ты знаешь что вот мы с тобой так или иначе проговорили трек украина турция украина турция россия не сказал украина россия украина россия там все понятно абсолютно и вот ты знаешь на этом фоне происходят другие события ну например очень важное событие это достижение израилем и турции договоренности о восстановлении дипломатических отношений между странами в полном объеме что это трудно переоценить на самом-то деле это не значит что израиль и турция сейчас опять союзники в том смысле которым они были в свое время два опорных столба это столпа и так далее но все-таки это важно и то что этому не помешала операция израиля секторе газа не против хабас против исламского джихада но тем не менее да это показательно это но я согласен абсолютно это изменение вообще как бы турецкой политики вот тут вопрос сможем можно ли войти в одну и ту же речку дважды это вот вопрос который сейчас как бы я задаю когда я смотрю на турецкую политику я в том что в нулевых годах была формула которая была сформулирована турецким министерством иностранных дел и активно поддерживалась establishment там там zero problem with neighbors до нулевые проблемы с соседями и это это было важно это рассматривалось как одна из основ экономического развития то есть турция находилась на подъеме турция провела необходимые экономические политические реформы и тогда экономическое развитие турции просто поражало всех и необходимо было вот собственно создать скажем благоприятная экономическую среду на своих границах использовать создать новые рынки и турция конечно же видела своих соседей как вот новые рынки ей это удалось но потом приходит 10 11 12 год и это арабская весна арабская весна которая как бы открывает словно говоря окно возможности для турции вернуться на ближний восток не как вот скажем так партнер а как доминанта достаточно серьезно то есть как бы усилить свое влияние как такая серьезный региональный игрок и турция делает ставку на братья мусульман в разных ипостасях игорь извини а естественно сделать идеологически сам эрдоган это братья мусульмане конечно 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 ну они хотят открыть эти консервативных консервативные демократы и так далее конечно же да это идеология близко к христианским демократам и как бы насколько это возможно это очень условно я говорю про идеологию я логи да конечно конечно это братья мусульман да да и естественная поддержка братья мусульман и конечно наиболь наибольший кейс это конечно же египет и после провала египта провала мусори вот это конечно же очень серьезно бьет по по турции возникает целая серия конфликтов которые ну о сирийском конфликте мы поговорим отдельно но ну вот именно это разрушает вообще всю эту историю с вот предыдущим этапом проходит порядка 10 лет ну вот если смотреть по состоянию на 22 год вовлеченности турции во все конфликты на ближнем востоке достаточно сложное отношение с грецией достаточно понятно что вовлеченность турции в на кавказе вовлеченность турции на балканах активная вовлеченность турции там скажем в восточной европе да ну то есть мы видим вот эти все инициативы и все что происходит то есть другими словами эта формула а который который сейчас пытаются вернуться сработает ли она сейчас то есть можно ли действительно вот использовать такую метафору войти в речку дважды после того как что было создано после после той политики которую проводил эртоган в отношении соседей это крайне сложно как мне кажется потому что даже возьмем курский вопрос 2006 год когда эртоган говорит о том что есть все шансы решить курский вопрос через формулу что мы все мусульмане и соответственно мы можем договориться к той тому формату который существует сейчас где курский вопрос является одним из ключевых вопросов турецкой безопасности и угроз турецкой безопасности сирийский вопрос то есть как решить проблему огромного количества беженцев которые находятся в турции и усиление ксенофобии внутри страны по отношению к этим арабам экономических экономических вытрат которые идут по поводу для беженцев потери которые собственно мы видим и вопросы безопасности часть территории которые турция контролирует на севере турции то есть по сути дела продолжая там специальную военную операцию на севере турции которая тоже забирает огромное количество ресурсов это в условиях инфляции галлопирующей в условиях падения лиры в условиях экономического кризиса это все конечно же вызывает серьезное раздражение то есть необходимо какое-то комплексное решение а вот этого комплексного решения но не получается и выходит так что такое определенное шараха не вот это вот это вот я наблюдаю по крайней мере а шараха не такое то есть мы то ли мы начинаем с мая месяца эрдогон говорит мы начинаем специальную военную операцию на севере хирии для создания 32 километровой зоны это с мая месяца происходит но и давайте с по давай вспомним о том что и в прошлом году об этом была речь и прошлом году эрдоган приезжал в сочи к путину по этому вопросу и не получилось тогда и сейчас собственно это вся ситуация крути за вокруг этой 32 километровой зоны то есть а сейчас вот для меня допустим интересно заявление которое прозвучало значит по поводу того что необходимо договариваться с асадом что вот мы мы тут собственно уже не хотим свергать асада и никогда не хотели свергать асада а нужно договариваться с асадом нужно действовать в рамках астанинского процесса нужно оппозицию вводить как бы в органы власти и соответственно образом заканчивать конфликт то есть а как это все соотносится создание новой зоны безопасности на севере на севере сирии и соответственно переселение вот таких беженцев в эту зону разговоры о необходимости мирного соглашения с или там улучшение отношений с башаром асадом переговоры турции и москвы на по этому поводу то есть потому что все мы все знаем что вот эта идея о том что нужно договариваться с башаром асадом это идея путина вы хотите решить вопрос курдами договаривайтесь башаром асад вот так она звучит очень-очень интересный узелок то завязался потому что смотри вот начнем с последнего хотите решить вопросы с курдами договорились с кем с башаром асадом ну со мной договаривайтесь через башара садами с американцами окей давай хорошо хорошо раз вторых смотри как интересно получается 32 километровая зона не решает это знаешь я вообще бомбич и кабани это старое то что не дали в свое время старая заноза типично предвыборный ход который нужно это решить до выборов обязательно когда это будет 20 22 году решено но это нужно решить потому что если не решено граждане турции который немного разбирается в политике сводит на карту и видит раз зона безопасности два зона и такой разрыв в районе макбиджи и кабани но насколько это имеет отношение к беженцам беженцам имеет отношение алеппу а алеппу это и длиб и алеппу и этот вот эта штука где нужно договориться или воевать с русскими эрдоган не хочет воевать русскими а как можно договориться по длибу и алеппу по алеппу как можно договориться с русскими и вот тогда возникает вот эта история конспирологическая которой все говорят что приезжает это же фантазии тут тут мы мы ничего как говорится не знаем мы только можем предполагать что вот на переговорах сочи эрдоган как бы и предлагает свои посредничестве усилия куда по достижению перемирия с украины да вот говорит давайте мы обменяем одно на другое да то есть поторгуем воздухом другими словами но я я допускаю что эрдоган как умный и политик восточный и изощренный что называется восточной дипломатии византийской дипломатии он не говорит об этом напрямую то есть он не говорит просто давай мах на мах он говорит о том что да мы понимаем экономическая ситуация все это негативно влияет на нас мы за безопасность в черноморском регионе поэтому мы будем прилагать усилия для того чтобы посадить вас за стол переговоров для путина это важно потому что путину сейчас действительно нужна тактическая пауза вот и они пытались эту тактическую паузу создать или подвязать под зерновую соглашение то есть там они пытались как бы связать это с прекращением боевых действий на юге это не получилось вот ну и соответственно все равно эта тема никуда не делается она как бы все равно существует она витает в воздухе она как часть политического ландшафта и естественно что эрдоган пытался продать путину этот воздух ну вот я в мое предположение да вот давай мы попробуем вот этот эту тему которая висит в воздухе и и продать путина то что этого не удалось ну да это не удалось а и и и можно смотреть по поводу той же самой специальной военной операции в сирии то есть перед буквально перед началом переговоров появляется информация о том что турецкие войска подготовились вот уже вот 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 обстрелы были обстрелы да вот уже не да 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 ну то есть какие-то собственно все сигналы о начале этой военной специальной военной операции а потом ничего нет вот может быть в этом собственно собака порылась как говорится знаешь один момент я думаю тоже размышлял по поводу того же о чем могли что мог предложить эрдоган и что мог предложить путину честно говоря я не верю в то несмотря то что у путина весьма странная логика если он был уверен что украина это вообще его люди и в украине его любят но это это отдельно к силицам то он не относится с таким у него не может быть таких пиедетов насчет силицев это это отдельно эти самые я думаю что путин все таки прекрасно понимал что не просто эрдоган единственный человек который может действительно жестко сказать путину ну не путина зеленскому что давай братан давай переговоры давай уступай это не уж точно не эрдоган это не макрон и не шольц это не шарль мишель единственный человек который может жестко это сказать это байден вот байден если это но не скажет это понятно да но и смысла нет сейчас говорят это просто реальность все остальные и и путин это знает и эрдоган это знает и и путин и эрдоган это знают вместе и по отдельности и зеленский это знает и даже гутерриш который вообще там совсем по другому поводу тоже это знает а разговор мог идти следующим образом что путин мог сказать а ты давай тогда с ассадом ну хотя бы скажи что ты не хочешь его убить хотя бы это скажи что ты никогда не собирался его что ты готов к тому вот что ты готов к вот мы же говорим о том что молдива того нужно уступать и так далее уступи в сирии уступи в сирии хотя бы вербально вот этот момент мог быть и да это сказал мы можем на начать потому что для эрдогана начать прямой диалог с асадом еще сложнее чем для зеленского начать прямой диалог с путина на справедливость асад кровопийца не меньше чем путин да несомненно несомненно но справедливости ради уничтожил алеппо а путин человек извините который уничтожил алеппо путин на это партнер которого нужно уважать асад это человек который в принципе когда мне говорят что сша начали арабскую весну в сирии там запад начал извините в хомсе людей кто расстреливал на улице запад сша или башер асад это асад и поэтому с асадом ну а территориальная целостность принципе никогда никогда не говорил что он против нет конечно там это многократно подтверждалось ребята давайте проведем выборы а то что на выборах победит победит не асад это факт ну поэтому выборов никаких не будет то есть это все очевидно потому что я не видел в предметность переговоров по украинскому кейсу во время встречи путин и тот и другой понимали что украина сейчас не уступит и правильно сделать и никто возник в этой ситуации но вот сирия да возможно хотя остается самое может быть так знаешь я думаю что там турки уже дезавуировали принципе вот первое заявление они сказали что на самом деле речь шла не о примирении с асадом а речь шла о определенных там диалогах о чтобы как бы сирийская оппозиция имела свое место вот в этом диалоге и так далее то есть уже сейчас после серии таких протестов которые прошли по северным территориям дали по и длибу там и так далее то есть уже было понятно что эта идея очень не популярна то есть она не воспринята публикой она не воспринята сирийцами нужно менять риторику то есть нельзя просто взять и сказать что вот мы в течение ну вот да он не хочет но они все-таки ротом они то говорят об этом то есть это это и я я понимаю что речь идет о просьбе скорее всего москвы хотите договариваться пожалуйста договорю но делайте вот это как ты сказал собственно сделайте вот этот жест доброй воли и зафиксируйте готовность переговоров с башаром асадов возвращение к там соглашению девяносто восемьдесят восьмого девяносто восьмого года да вот начинайте говорить о взаимодействии сотрудничестве в конечном итоге это возможно потому что вот турция и сирия в свое время радикально улучшила улучшили отношения там в конце двадцатого столетия после там десятилетий вражды и непонимания старых исторических претензий и искандерума да ну вот всего 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 что происходило между сирийцами и турками вот пожалуйста вот у вас есть опыт пожалуйста возвращайтесь к этому формату и решайте вопросы если у для вас если у вас есть вот по поводу американцев ну во первых понятно что американцы там являются акционерами этого конфликта да то есть они вовлечены в этот конфликт но ну я бы сказал что все таки они скорее занимают выжидательную позицию то есть там эти 800 человек 800 человек американского контингента которые продолжают оставаться они погода не играют но они конечно влияние во влиянии на да но они постоянно как бы существует они зонтик они зонтик для курских формирований да это правда и и тут я тут не хочу вдаваться в нюансы отношений штатов и турции да кто кому там рабинович и кто первый кому значит создал эти проблемы но конечно куртский вопрос он очень серьезно портит отношения он создает большие сложности в но тут тут есть лоббист достаточно много лоббистов в штатах в конгрессе и которые как раз выступают за вот этот формат и любая администрация вот не сможет авторитарным способом изменить эту этот расклад потому что он возник и он уже существует как реальность с этим тоже приходится считаться точно так же как допустим путин предлагает эрдогану давайте давайте вы пойдете на соглашение с башаром асадом и вместе будете уничтожать там курдскую автономии вот у вас есть общий враг нет на самом деле ситуация сложилась в свое время есть две версии вот одна версия что америкации по каким-то причинам вместо того чтобы сотрудничать с турцией выбрали главным борцом с игил курдов а вторая версия это то что турки просто не особо хотели воевать с игил в тот период и поэтому они выбрали курдов и сейчас она на самом деле это наверное объединение двух версий вот я бы так сказал что по сути это обстоятельства которые возникли именно потому что только курды были единственной силой которая готова была воевать с игил а турция как раз не была готова воевать это есть две версии были ли курды единство силами турки тоже были силой судя по всему нет это уже не важно сегодня потому что сейчас мы имеем то что мы имеем и сейчас американцы тоже оказались причем это же та самая администрация сейчас которая тогда была демократы ты имеешь ввиду все таки это разные демократы потому что не не стоит тут наверное отождествлять скажем левака обама с в общем как бы демократом правого скажем более толка это байдер тем не менее байден был вице-президентом в той администрации так или иначе тем не менее и скажу так что но если трамп мог сказать что это обама обама всегда делал глупости я это глупость исправляю то байден так сказать не может ну он говорит мы исправляем глупости трампа поэтому тут еще и внутриполитические расходы время настолько незаметно лететь что мне чертовски жаль тебя отпускать и вообще я скажу честно мне не хватает вот две передачи выходят в неделю в день но мне их не хватает не хватает для того чтобы поговорить с интересными людьми для того чтобы обсудить все то что в общем то происходит на небольшом пятачке это вот украина южный кавказ и центральная азия и то не всегда ближний восток трогает то есть вот вот вокруг небольшой пятачок ну вот не знаю просто просто чисто по времени получается у меня больше делать и мне и так жаль и так жаль то равно даже как же тебя отпускать и огромное тебе спасибо за очень интересную беседу и за это тоже интеллектуальное пиршество я бы сказал график который и как ты смог найти время поэтому спасибо сегодня и конечно верим в ссо и слава украине героям слава